Всем доброго вечера! Меня зовут Михаил Фламеев. Я рад приветствовать вас в медиа-центре Казанского Федерального Университета. Сегодня мы собрались на очередной лекции проекта «На острие науки», проводимого в рамках Года науки и технологий. Инициаторами проекта выступает Координационный совет по делам молодежи в научно-образовательных сферах при Совете по президенту Российской Федерации и при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения Российской Федерации, Российского научного фонда, Казанского федерального университета и компании Инконсалт. Информационными партнерами мероприятия являются Mail Group и Оно национальные приоритеты. На сайте nastrenauki.rf вы можете ознакомиться с расписанием других лекций. А сейчас мы продолжаем наш месяц, октябрь, посвященный генетике и качеству жизни. Хотел бы вам представить нашего лектора сегодня. Это Валерия Соловьева, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, победитель президентской программы Российского научного фонда. Добрый вечер, Валерия. Сегодня в лекции будет рассказано о молекулярной клетчатой биологии, откуда появилась возможность индивидуального подбора лекарств под конкретного пациента. Об этом нам расскажет Валерия, а также она расскажет о применении персонифицированной терапии для разных заболеваний человека, а также о передовых генных и клетчатых технологиях в медицине. Валерия, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я являюсь выпускницей Казанского федерального университета, а сейчас и молодым ученым Казанского федерального университета, одного из старейших университетов России. Университет более чем с 200-летней историей. Университет медицины и биологии в Казани родились одновременно. В 1804 году император Александр I издал указ об учреждении Казанского императорского университета. В числе первых кафедр были кафедры анатомии, физиологии и судебной врачебной науки, и кафедры естественной истории и ботаники. В 1930 году медицинский факультет был отделен от Казанского университета, в результате чего появился медицинский институт. Однако уже через три года в университете появился биологический факультет. В 2012 году медицина вновь вернулась в стены университета. В 2010 году был создан Институт фундаментальной медицины и биологии, где вновь были созданы медицинские кафедры, обучающие студентов по различным специальностям. 2010 год стал знаковым в развитии Казанского федерального университета. Казанский университет и несколько других вузов были объединены. В Казанский федеральный университет, в котором начались реализации масштабных программ развития и повышение конкурентноспособности. В настоящее время Казанский федеральный университет входит в десятку лучших университетов России и занимает пятое место в рейтинге по биологическим наукам. Считается, что наиболее прорывные научные исследования в области медицины делаются на стыке нескольких наук, так называемые междисциплинарные или мультидисциплинарные исследования. В этом направлении достигнуты определенные успехи, и уже сейчас биологи, медики, химики, физики и специалисты других направлений активно сотрудничают, объединяя свои усилия и компетенции. Однако одним из серьезных барьеров до сих пор остается трансляция фундаментальной науки в клиническую практику. Зачастую ученые не полностью понимают потребности пациентов и врачей, что может привести к занятию наукой ради науки. Но и медицина в большинстве стран мира, в том числе в России, поставлена в жесткие условия, когда у врачей возникает конфликт между соблюдением баланса, оказанием наиболее эффективной и безопасной помощи пациентам, а также желанием заниматься наукой и участвовать в образовательном процессе. Практически все медики, задействованные в государственной системе здравоохранения, оказывают медицинскую помощь пациентам согласно жестким регламентам. Для ликвидации этой долины смерти между фундаментальной наукой и клинической практикой в Казанском федеральном университете на базе Института фундаментальной медицины и биологии создан научно-клинический центр претензионной и регенеративной медицины. Он стал тем мостиком, который объединяет академическую науку в лице различных институтов университета и практическим здравоохранением в лице университетской клиники. Деятельность центра в большей степени финансируется из внебюджетных источников. По сути, центр представляет собой многопрофильную клинику с множеством лечебных и научных отделений. Также имеет центр клеточных технологий, центр клинических исследований и биобанк. В рамках центра также работают несколько научных лабораторий. Партнерами центра выступают ведущие международные университеты. Это Рикен из Японии, Натингемский университет из Великобритании, Корнельский университет и клиника Майо из США. Основными направлениями деятельности научно-клинического центра является индивидуальный подбор, лекарственных препаратов, мультиомиксная диагностика, генная клеточная терапия и реабилитация. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины оснащен высокотехнологическим оборудованием, что позволяет проводить научные исследования на мировом уровне. Сегодня мы говорим о персонифицированной или прецизионной медицине, одним из направлений которой является мультиомиксная медицина. Она включает в себя глубокий анализ биологических систем организма с применением различных технологий, так называемых омиксов, дающих детальную характеристику генома, транскриптома, протеома, метаболома и микробиома. Под понятием геном мы понимаем совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма. Под понятием транскриптом мы понимаем совокупность всех транскриптов, то есть молекул ДНК, синтезируемых одной клеткой или группой клеток, включая матричную РНК и некодирующую РНК. Под протеомом мы понимаем совокупность белков организма, производимых клеткой, тканью или организмом в определенный промежуток времени. Метаболом представляет собой совокупность всех метаболитов, являющихся конечным продуктом обмена веществ в клетке, ткани, органе или организме. Микробиом человека представляет собой совокупность всех микробов, населяющих организм человека. Если раньше классическая молекулярная биология или моноомиксная технология позволяли взглянуть на организм человека только в определенном технологическом или омиксном разрезе, то сейчас совмещение сразу нескольких технологий позволяет буквально оцифровать организм, создавая все более и более подробные модели на всех уровнях нашего молекулярного и клеточного понимания. Простой пример – это идентификация человека. Если раньше опирались лишь на словесный портрет, цвет глаз и другие простые улики, то сейчас в большей эффективности мы можем идентифицировать человека по отпечатку пальцев, сетчатке глаза или даже ДНК. Так и в медицине. Мы не просто измеряем температуру тела и определяем несколько биохимических показателей человека, а буквально раскладываем его на клетки и молекулы. Более того, все люди отличаются друг от друга. Некорректно всех нас оценивать по одной и той же шкале, которая по сути является средней температурой по больнице. Мультиомиксные технологии позволят установить норму для каждого человека и использовать эту индивидуальную норму для сверхточной диагностики и лечения. Комбинируя омиксные технологии, ученые и врачи могут анализировать все системы человека, чтобы определить физиологическое состояние организма, найти соответствующие биомаркеры болезней для более точной диагностики и для того, чтобы назначить более эффективные препараты для лечения заболеваний с применением как классических лекарственных препаратов и процедур, так и процедур, разработанных на основе омиксных данных. Например, это генная и клеточная терапия или комбинация лекарственных препаратов, одновременно воздействующих на разные патологические звенья заболевания. Весь мир сейчас озабочен эпидемией COVID-19. На сегодняшний день уже погибло более 4,5 миллионов человек. Но не надо забывать, что онкопатологии являются вторыми по смертности в мире, ежегодно унося жизни 10 миллионов человек. Есть масса факторов, из года в год повышающих частоту возникновения онкологических заболеваний, таких как увеличение продолжительности жизни, экологическая энтропогенная нагрузка и стресс. Именно поэтому одним из ключевых направлений деятельности научно-клинического центра стала мультиомиксная диагностика и терапия онкологических заболеваний. В рамках этого направления проводятся исследования по поиску биомаркеров с высокой прогностической и диагностической ценностью в онкологии. По оценке трансляционной значимости единичных биомаркеров с высокой прогностической и диагностической ценностью. По разработке новых тест-систем для исследований как на отдельных клетках, так и на лабораторных животных. А также по созданию биоинформатических инструментов для мультиомиксной медицины. Ключевым этапом является создание биобанка высококачественных и хорошо охарактеризованных образцов. Это позволит провести мультиомиксный анализ с применением самых разных омиксных технологий, таких как генетических, транскриптомных, эпигенетических, метаболомных и метагеномных, метатранскриптомных, протеомных, в том числе иммунологических. Также можно провести анализ циркулирующих биомолекул, например, нуклеиновых кислот и белков, и циркулирующих опухолевых клеток в крови. То есть мы будем знать все об изменении в организме при онкологии. Как именно развивается заболевание, риски развития устойчивости и резистентности к определенным препаратам, риски возврата или рецидива заболевания. На основе этих данных можно принимать наиболее оптимальные решения по лечению больного. Анализ совокупности данных, по сути своей Big Data, при разных онкологических заболеваниях, на разных стадиях, при лечении различными лекарственными препаратами, позволит выявить новые биомаркеры и их сочетания, так называемые паттерны, которые лягут в основу разработки специализированных экономически целесообразных тест-систем. Ведь никакая система здравоохранения в настоящее время не выдержит нагрузки полного мультиомиксного тестирования. Требуется найти в этой груди больших данных, те крохи информации, которые и ляжут в основу новых методов диагностики и терапии. Говоря о терапии, хотелось бы кратко остановиться на основных направлениях деятельности Научно-клинического центра по разработке и применению генных и клеточных технологий для лечения онкологических заболеваний. Мы разрабатываем методы иммунотерапии онкологических заболеваний, персонифицированные противоопухолевые вакцины, разрабатываем методы таргетной, то есть целевой доставки лекарственных средств с помощью генетически модифицированных или загруженных лекарственными препаратами стволовых клеток человека. Проводим подбор лекарственных препаратов и их комбинаций путем непосредственного скрининга на клетках пациента. Под иммунотерапией мы понимаем метод лечения рака, при котором активируется иммунная система организма для борьбы с опухолью. Основная идея иммунотерапии проста. Помочь организму защитить себя от вредоносных захватчиков, то есть от опухолевых клеток. Однако опухолевые клетки очень коварны. Они могут изменяться таким образом, чтобы спрятаться от иммунной системы. Они также используют некоторые механизмы отключения защиты организма, когда иммунная система пытается атаковать их. В целом иммунотерапия помогает иммунной системе находить опухолевые клетки, чтобы атаковать их, а также повышает способность иммунной системы реагировать на опухоль. Передовым иммунотерапевтическим методом является создание геноинженерных Т-лимфоцитов. Здесь ученые с помощью генетических манипуляций учат Т-лимфоциты, то есть обычные клетки убийцы иммунной системы, находить и уничтожать опухолевые клетки. Терапия основана на внедрении в организм пациента собственных или донорских Т-лимфоцитов, которые вне организма подвергаются генетической модификации для того, чтобы они несли на своей поверхности так называемый химерный антигенный рецептор или сокращенно каррецептор, который способен узнавать опухолевые антигены, которые являются основными маркерами опухолевых клеток. Таким образом, если мы вводим в организм больного карти-клетки, то есть Т-клетки, модифицированные каррецептором, при циркуляции этих Т-лимфоцитов в крови они будут искать опухолевые клетки с определенным антигеном и уничтожать их. Наиболее впечатляющие результаты были получены при применении карти-клеток у больных с Б-клеточными лимфомами, хроническим лимфолейкозом и особенно у больных с острым лимфобластным лейкозом, при которых опухолевые Б-клетки узнаются карти-клетками по наличию антигена CD19. В 2012 году первым ребенком, который получил терапию острого лимфобластного лейкоза новым методом трансплантации генно-модифицированных карти-клеток, стала Эмили Уатхет. У Эмили были высокие шансы выздороветь с помощью традиционных методов лечения, но с каждым рецидивом они уменьшались. Один из рецидивов случился через 2 недели после трансплантации костного мозга, после чего врачи дали неутешительные прогнозы, и родители Эмили решились на экспериментальную иммунотерапию в детском госпитале Филадельфии. Иммунотерапия позволила добиться стойкой ремиссии заболевания у Эмили, как и у сотни других людей, которые получили иммунотерапию с помощью карти-клеток после нее. В настоящее время в мире зарегистрировано 2 генно-клеточных препарата для иммунотерапии с помощью карти-клеток. Пример Эмили – один из успешных примеров иммунотерапии с применением карти-клеток. Однако у технологии существуют свои проблемы и недостатки. Например, не все опухолевые клетки несут на своей поверхности антигены, которые бы могли узнать карти-клетки. Также иммунотерапия может способствовать развитию потенциально летальной реакции иммунной системы так называемой цитокиновым штормом. Суть состояния заключается в выработке большого количества медиаторов воспаления, которые активируют клетки иммунной системы, что вызывает выделение клетками иммунной системы дополнительной порции воспалительных медиаторов, в результате чего происходит разрушение тканей очага воспаления. Реакция также охватывает другие ткани и органы организма и в итоге приобретает системный характер. В научно-клиническом центре проводятся работы по модернизации метода иммунотерапии с помощью карти-клеток для повышения его эффективности и безопасности для пациентов. Также разрабатываются карти-клетки, которые смогут уничтожать не только опухоли крови, а также солидные опухоли, так называемые твердые опухоли, которые находятся в различных тканях и органах организма. Еще одним направлением является создание персонифицированных вакцин, которые позволяют индивидуально для каждого пациента создать противоопухолевые вакцины. Вакцины бывают разные. Например, разрабатываемые вакцины против коронавируса основаны на введении в организм чужеродных вирусных белков, которые организм распознает как чужеродные и вырабатывает против них иммунный ответ. Опухоль также содержит белки с мутациями, которые являются чужеродными для организма. Однако мы помним, что она научилась избегать иммунного ответа, прячась от него. Наши подходы позволяют сбросить этот полог невидимости и натравить иммунную систему на опухоль конкретного человека. Например, существуют вакцины на основе дендритных клеток, так называемых антиген-презентирующих клеток человека. Дендритные клетки, по сути, это клетки иммунной системы, задача которых заключается в том, чтобы найти чужеродный белок или антиген, съесть его и выставить его на своей поверхности. Дальше они направляются в лимфоузлы, где обучают Т-лимфоциты распознавать чужеродные белки и уничтожать клетки, на которых эти антигены находятся. Таким образом, если мы у пациента с онкологическим заболеванием выделяем дендритные клетки из периферической крови, можно в пробирке добавить к ним опухолевые антигены, они активируют дендритные клетки и при последующем введении пациенту активированных дендритных клеток они начинают мигрировать в лимфоузлы, где обучают собственные Т-лимфоциты пациента уничтожать опухоль. В 2010 году Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США была одобрена первая в своем классе противоопухолевая вакцина на основе дендритных клеток для лечения рака простаты. В клинических исследованиях показано, что данная вакцина увеличивала продолжительность жизни пациентов с раком простаты на 5 месяцев. Недостаточная эффективность вакцин на основе дендритных клеток может быть обусловлена тем, что все клинические исследования проводились на пациентах с терминальными стадиями онкологических заболеваний, иммунная система которых уже повреждена прошедшими сеансами химиотерапии. В научно-клиническом центре мы разрабатываем новые методы получения опухолевых антигенов для повышения эффективности вакцин на основе дендритных клеток. Также мы планируем совмещать технологию лечения с помощью вакцин на основе дендритных клеток со стандартными методами лечения, а также применять эту технологию у пациентов с более ранними стадиями онкологических заболеваний, рассчитывая на то, что иммунная система лучше отреагирует на вакцинацию. Еще одним из направлений исследования является разработка методов целевой доставки лекарственных средств с помощью генетически модифицированных или загруженных лекарственными препаратами стволовых клеток человека. В основе этого подхода лежит естественная способность стволовых клеток мигрировать в опухоли и метастазы. Мы проводим загрузку стволовых клеток лекарственными препаратами или генетически модифицируемых для направленного уничтожения опухолевых клеток. Данный научный проект в 2018 году был поддержан грантом Российского научного фонда. Остановлюсь немного подробнее на том, как же стволовые клетки могут помочь нам бороться с раком. Все мы знаем, что стволовые клетки присутствуют в каждом организме, что они помогают нам в процессах регенерации. Например, у взрослого организма присутствуют так называемые мезонхимные стволовые клетки, которые могут мигрировать в очаги повреждения, там дифференцируясь, в клетки других типов, чтобы помочь заживлению раны, например. Используя эту способность к эмиграции, мы можем использовать мезонхимные стволовые клетки как вектор для доставки терапевтических агентов в опухоль, поскольку опухоль немного сходна с хронически незаживающей раной. В ней также присутствует большое количество иммунных клеток, которые секретируют воспалительные медиаторы, которые привлекают мезонхимные стволовые клетки. Таким образом, используя эту способность стволовых клеток мигрировать в опухоль, мы можем доставлять с помощью них различные лекарственные препараты. Это могут быть как обычные химиотерапевтические лекарственные препараты, так и новые препараты на основе, например, онколитических вирусов, которые будут выходить из мезонхимных стволовых клеток и заражать опухолевые клетки. Там они будут размножаться и индуцировать их гибель. Также мезонхимные стволовые клетки могут доставлять различные противоопухолевые белки и микро-РНК, которые могут запускать различные механизмы индукции гибели опухолевых клеток. Также мы можем доставлять с помощью стволовых клеток иммуномодулирующие цитокины. Это такие вещества, которые активируют клетки иммунной системы для борьбы с опухолью. Опухоль у нас достаточно гетерогенна. Она содержит не только опухолевые клетки, она содержит также другие типы клеток, в том числе иммунные клетки. Поэтому с помощью МСК мы можем использовать методы иммунотерапии для того, чтобы активировать иммунные клетки именно в очаге опухолеобразования. Данные технологии еще находятся на стадии разработки и доклинических исследований и пока не используются в клинической практике. Одним из направлений по индивидуальному подбору лекарственных препаратов является фармакогенетика. Это подбор лекарственных препаратов в зависимости от индивидуальных генетических особенностей человека. Именно генетические особенности организма определяют, как лекарственный препарат будет вести себя в случае каждого пациента. Также, как разные люди имеют разную чувствительность к алкоголю, благодаря генетическим вариантам генов алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы, обуславливающих разную скорость метаболизма, так и эффективность большинства лекарственных препаратов зависит от генетических вариантов генов системы детоксикации и транспорта, а также молекулярных мишеней препаратов. Например, высокая скорость метаболизма приводит к быстрому выведению алкоголя без побочных эффектов и может приводить к привыканию и алкоголизму. А вот медленная работа альдегидрогеназы приводит к медленному метаболизму, к накоплению токсического альдегида продукта метаболизма, алкоголя, что приводит к тяжелому похмелью. Также и лекарства для одних людей работают идеально, для других либо не работают совсем, либо приводят к тяжелым побочным эффектам. Если обычный врач подбирает дозу лекарственного препарата эмпирически, основываясь на самочувствии пациента и различных клинических проявлениях болезни, то фармакогенетика позволит предсказать эффективность лекарственного препарата и оптимальную дозу еще до того, как врач назначил препарат. Сейчас эта технология находится на начальном этапе, но с внедрением генетической паспортизации станет рутинной практикой, что позволит существенно повысить эффективность лечения. Передовой технологией также является подбор лекарственных препаратов и их комбинаций путем непосредственного скрининга на опухолевых клетках пациента. Этот подход позволяет подбирать наиболее эффективные препараты не методом простого перебора, а научно обосновывать выбор, проводя скрининг препаратов на собственных клетках пациента. Это позволяет подбирать наиболее эффективные препараты и их комбинации без возможного подвергания пациента дополнительной опасности. Ведь неправильно примененный препарат может навредить пациенту напрямую из-за своей токсичности или опосредованно из-за своей неэффективности. Важным направлением проекта стала разработка новых тест-систем для исследований в области онкологии на клеточном и организменном уровне. Такие тест-системы необходимы для персонализированной терапии. В Казанском университете мы проводим исследования сразу на нескольких моделях. Часть моделей являются золотым стандартом в области онкологии. Например, получение культур клеток из биопсии конкретного пациента. Также мы получаем сфероиды, это микроскопические скопления опухолевых клеток, напоминающие метастазы. Их можно использовать в лаборатории как для скрининга лекарственного препарата, так и подсаживать специальным иммунодефицитным мышам, то есть животным с нарушенной иммунной системой. У таких животных опухоль человека может прижиться, и ученые могут исследовать влияние препаратов на опухоль не просто в пробирке, а в настоящем живом организме, что значительно повышает достоверность исследований. В университете есть и свои уникальные разработки, связанные, например, с выделением и анализом единичных опухолевых клеток из крови больных без проведения биопсии. Такая жидкостная биопсия позволит не только проводить раннюю и сверхраннюю диагностику онкологических заболеваний и их рецидивов, но и проводить анализ эффективности препаратов до того, как они будут назначены пациенту. Скрининговые модели имеют огромное значение и потенциал для исследований терапевтических препаратов. На сегодняшний день тестирование противоопухолевых препаратов проводится использование монослойных опухолевых клеток. Для этого используют специальные культуральные чашки. Опухолевые клетки в этих культуральных чашках растут, прикрепляясь к ним и образуя один слой. Данная модель имеет определенные недостатки. Например, в монослойных клеточных культурах отсутствуют пространственные градиенты кислорода, факторы роста и метаболиты. Кроме того, при длительном культивировании опухолевых клеточных линий исключается их генетическая гетерогенность. Решение данной проблемы – использование сфероидов, которые более точно имитируют особенности опухоли и ее микроокружения. Применение сфероидов в исследованиях направлено на устранение ограничений, существующих у монослойных клеточных модельных систем. В трехмерной клеточной культуре обладают рядом важных свойств, сближающих их с нативной тканью. К таким свойствам можно отнести сохранение опухолевой архитектуры, генетическую гетерогенность и необходимость в факторах роста. Сфероиды представляют собой округлые структуры. Если мы посмотрим сфероид в разрезе, то можно заметить, что у него три зоны. В середине будет некротическая зона, дальше будет зона старения и на периферии будет зона пролиферации. Все эти зоны также характерны для естественной опухоли. Зона пролиферации характеризуется наличием достаточного количества питательных веществ и кислорода, что помогает клеткам делиться и расти. В середине, как естественной опухоли, так и сфероида, мы видим некротическую зону. Этим клеткам не хватает питательных веществ и кислорода. Там накапливается большое количество различных метаболитов, что вызывает их гибель. Необходимо подчеркнуть, что сфероиды играют огромную роль в разработке противоопухолевых препаратов и могут способствовать выявлению новых таргетных методов терапии онкологии. Важно, что сфероид демонстрирует особенности конкретного пациента и может предоставить результат об устойчивости опухоли пациента к определенным терапевтическим препаратам. В настоящее время опухолевые сфероиды применяются для моделирования опухолевого микроокружения и ангиогенеза, то есть кровоснабжения опухоли, для скрининга существующих лекарств, открытия новых и тестирования хемочувствительности. Также для создания биобанков, для оценки различных омиксных профилей, сравнения с нативной опухолью и поискотерапевтических агентов. Опухолевые сфероиды также применяются для создания ксенографных моделей с последующим изучением механизмов опухолевого роста. В этом году нами получен грант Российского научного фонда для проведения исследований по модернизации технологии получения опухолевых сфероидов. Проект направлен на решение проблемы получения опухолевых сфероидов на различных типах опухолей, поскольку в настоящее время сфероиды удается получить не из всех типов опухоли. Решение этой задачи является необходимым фактором для дальнейшего развития технологий скрининга и индивидуального подбора противоопухолевых препаратов с использованием опухолевых сфероидов. Также мы разрабатываем ксенографные модели для изучения эффективности и безопасности лекарственных препаратов, которые предполагается внедрить в клиническую практику, то есть для проведения доклинических исследований противоопухолевых препаратов. Также ксенографные модели используются для скрининга новых лекарств, для изучения биологии опухоли и изучения механизмов противоопухолевого лечения, то есть для выявления механизмов действия лекарственных препаратов. Ксенографные модели мы получаем путем различных типов инъекций опухолевых клеток человека мышам с иммунодефицитом. У таких мышей опухоли человека отлично переживляются. С помощью внутривенных инъекций опухолевых клеток мы можем моделировать метастазирование и находить опухолевые клетки человека в различных тканях и органах. При подкожных инъекциях опухолевых клеток мы можем получать подкожные опухоли. При внутричерепных инъекциях опухолевых клеток мы можем моделировать опухоли головного мозга. Также для визуализации опухолей мы используем различные методы их витального, то есть прижизненного окрашивания. Например, специальными флюоресцентными красителями или генетически модифицируем опухолевые клетки для продукции флюоресцентных белков, флюоресценцию которых мы можем детектировать на специальном приборе. На картинке показаны три мышки. Первая не содержит опухоль, то есть контрольная мышка. Последующие две мышки содержат флюоресцентные опухоли аденокарциномой молочной железы человека, флюоресценцию которых мы сняли на специальном приборе. Усовершенствованным и наиболее перспективным вариантом стандартной ксенографной модели является модель, для создания которой используются фрагменты опухолей, полученные непосредственно от пациентов. То есть осуществляется прямой перенос опухолевого материала в организм животного без предварительного культивирования опухолевых клеток. Это так называемые PDX модели. В исследованиях PDX модели показали способность точно предсказывать положительный клинический ответ на лечение у 90% пациентов и резистентность к проводимой терапии у 97% больных. Таким образом наука не стоит на месте и уже сейчас мы можем использовать персонализированные подходы для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Дальнейшее развитие биомедицинских технологий позволит более масштабно внедрить персонализированную медицину в клиническую практику. В завершении лекции хотелось бы поделиться контактами нашего центра и лабораторий. Мы принимаем для выполнения научной работы студентов Казанского федерального университета, проходящих обучение на биологических или медицинских специальностях. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валерия, за очень интересную лекцию. Действительно мы узнали много нового интересного. Конечно, я думаю, что появились вопросы. Я хотел бы зачитать несколько вопросов, которые поступили к нам онлайн от тех людей, кто смотрит трансляцию. Был вопрос такой. Обучают ли данному направлению медицины в вузах персонифизированной медицине и терапии? В нашем университете мы готовим студентов-медиков, которые также занимаются научной работой. То есть они обучаются не только лечению больных, но и знают основные научные направления, принимают участие в научной работе и пишут курсовые работы в нашей лаборатории. И еще один вопрос. Такой вот уже более практический. Когда уже мы сможем встретить персонализированную медицину здесь, в Казани, в обычных клиниках? И есть ли где-то пример уже реализации? Примеры реализации как раз-таки есть в нашем научно-клиническом центре. У нас уже существуют методики персонализированной диагностики онкологических заболеваний с помощью анализа циркулирующих биомаркеров или циркулирующих опухолевых клеток в крови пациентов. А вообще вот как думаете, вот скоро мы дойдем это во всей нашей медицине? Какова перспектива? В чем сложность, чтобы это было? Сложность в том, что нужно готовить врачей, которые знают эти технологии, которые готовы их использовать, а не применять именно только регламенты стандартные в Казани медицинской помощи. Еще несколько вопросов как раз появилось по той части доклада, которая касалась клеточной терапии. И вот задавали такой вопрос, а какова вообще вероятность полного лечения опухоли пациентов с помощью данной методики? Эта методика представляется, скорее всего, как дополнительная методика для повышения эффективности стандартной терапии. Использовать ее как методику для лечения первой линии, мне кажется, не стоит. Нужно еще усовершенствовать эту методику. И есть ли у нее побочные эффекты? Тоже спрашивает Ранель. Конечно, есть побочные эффекты. Мы знаем, что мезонхимные стволовые клетки могут дифференцироваться в различные типы клеток. Есть исследования, которые показывают, что они также могут усиливать опухолевый рост и способствовать опухолевому росту. То есть эти исследования пилотные. Необходимо провести еще достаточно исследований, чтобы мы точно знали, что это все безопасно для пациентов. И вот возвращаясь к теме, связанной с биомаркерами, вот вы о ней рассказывали, вообще биомаркеры для всех одинаковые или зависят от того, где живет человек, в какой стране, в каком климате, на каком континенте? Биомаркеры, они больше подходят, например, для конкретной опухоли. Например, у одной опухоли одни биомаркеры, у другой опухоли другие биомаркеры. Так же, как и у различных заболеваний. То есть биомаркеры, они специфичны к определенной опухоли, к определенному заболеванию. Так, еще вопрос. Вот уже от меня, вы говорили про персонифицированную вакцину. Да. Здесь у меня тоже, насколько они будут эффективны и насколько быстро мы к этому придем? Они будут эффективны, если их использовать в комбинации с какими-то другими методами лечения онкологических заболеваний. Сейчас вакцины на основе дендритных клеток не так эффективны. Нужно их модернизировать, нужно пытаться лечить пациентов на более ранних стадиях. Но существует проблема, потому что клинические исследования, обычно это исследования, когда в них попадают пациенты уже с терминальными стадиями, и мы не можем исследовать эту технологию на пациентах, которые болеют раком на более ранних стадиях. Для них применяются стандартные методы лечения, и врачи не рискуют использовать вот такие экспериментальные методы для них, потому что, в принципе, для них первая линия химиотерапии оказывает достаточно положительный эффект. Поэтому наши технологии еще предстоит модернизировать для того, чтобы они вошли в клинику. Кроме зрителей онлайн, у нас есть зрители в студии. Есть ли у кого-то вопросы? Если есть, пожалуйста, тоже можете задать свой вопрос. Спасибо за хороший доклад. Мне интересно, вам для того, чтобы увеличить шанс на успех применения вашей методики, вам нужны, как вы сказали, big data, то есть много данных и генетических паспортов. А каким образом предполагается собирать эти данные? То есть будет ли это при поддержке государства? То есть, как вы знаете, сейчас даже создание паспортов в прививок вызывает большие потрясения в обществе. А вот собрать вот такую базу генетических материалов людей... Ну, со временем мы будем стараться это все собирать, будем искать инвесторов, спонсоров, также, может быть, привлекать государственное финансирование, потому что проблемы важные, решение проблемы позволит внедрить там наши технологии. Естественно, мы будем и дальше пытаться продвигать все эти технологии и собирать образцы. Да, вопрос, скорее, не в этом. Это наиболее персонализированные данные, которые есть у человека. Насколько, как сказать, насколько люди готовы делиться этими данными о себе? То есть, насколько человек, я, например, прихожу в клинику и соглашаюсь на то, чтобы мой геном попал в базу данных. Ну, это опять надо проводить беседы с врачами, объяснять, чтобы врачи объясняли своим пациентам, что это важно, что это важно для развития науки и медицины. Тогда пациенты, мне кажется, будут соглашаться предоставлять свои данные. Я надеюсь так. Я тоже надеюсь. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы в студии? У меня вот такой есть маленький вопрос. Он уже, может быть, не так касается темы, которой вы занимаетесь. Вас уже можно назвать таким уже успешным ученым. У вас много грантов, достижений. Вот такой вопрос. Здесь в студии нас онлайн слушают еще те, кто являются студентами или только начинают свой путь в науку. Что вы им пожелаете? Какие качества себя воспитывать, чтобы добиться успеха в этой деятельности? В первую очередь, упорство, не останавливаться перед трудностями, идти вперед. Естественно, читать новую литературу, интересоваться новыми исследованиями, чтобы появились свои мысли. Как же можно продвинуть науку в России дальше? Спасибо большое. Действительно, очень была интересная лекция. Очень много познавательного интересного мы узнали. Здорово, что у нас есть такие молодые ученые с такими интересными проектами. Хотелось бы всех поблагодарить, тех, кто слушал нас онлайн, тех, кто с нами здесь в студии, и особенно тех, кто задавал вопросы, делился комментариями. То есть для нас очень важно, чтобы было активное участие всех слушателей. И мы приглашаем вас на следующие мероприятия, будем вас ждать. Их можно найти на сайте nastrenauki.rf Они уже будут скоро. И в конце хочется сказать всем вам всего хорошего. Занимайтесь наукой и меняйте мир к лучшему. Спасибо большое. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»